До одного из самых ярких городских праздников осталось меньше четырех дней. О том, как веселится наша молодежь, чем живут, увлекаются и к чему стремятся, все это покажут они сами 25 июня. Причем впервые праздник будет одновременно проходить и на набережной имени Табеева, и на городском Майдане. Сейчас о том, что же будет ждать гостей там в эту субботу. Гонщики спортклуба по мотоспорту сегодня утром, так сказать, оценили площадку, на которой им предстоит выступать в День молодежи. На что способен байк под управлением умелого фантазера, покажет Данила Брагин и его друзья. Фантазия на этом мотоцикле, она не ограничена, реально. Если у вас есть как бы основная подготовка, то можно начинать и идти, идти, расти, расти, расти. Но в основном здесь мы будем показывать езду на заднем колесе, спуски, подъемы. Так что и среди гостей праздника могут найтись те, кому захочется попробовать себя в мотоспорте. Причем продемонстрируют различные его направления. Ночные волки планируют устроить показательные выступления по дрифтингу. Мы начали развивать направление дрифта. Многие зрители нашего города уже видели выступление на открытии мотосезона. Но это выступление мы покажем и здесь. Площадка будет очень интересная, захватывающая. Мы всех ждем. Показать, чем занимается молодежь. И пополнить ряды единомышленников по экстремальным увлечениям, спорту и просто активному образу жизни. Вот какую цель преследуют участники празднования. Ролики, BMX, скейт, кроссфит, паркур, конечно же, площадки автозвука, выставки ретроавтомобилей. Тут же различные творческие мастер-классы и музыкальные состязания, рокеров и хип-хоперов. Тех же, кому ярких впечатлений будет мало, на свою площадку приглашает РЕН-ТВ «Набережные Челны», где, как и год назад, телеканал устроит веселый фестиваль красок. 25 июня в 16.00 состоится финал проекта «Оранжевое настроение». Пройдет он на городской набережной парка «Прибрежный», а именно в зоне фестиваля красок. Мы приглашаем всех, кто хочет получить заряд бодрости, позитивного настроения от программы «Хорошие новости». И это не единственный сюрприз, который приготовил челнинцам холдинг СТВ «Медиа». На Майдане праздничная программа начнется в 17.00. Сначала народ разогреют выступления местных артистов. Потом на сцене загорятся уже поп-звезды уровня покруче. Сначала группа «Бандерас». Завершится музыкальный марафон дискотекой от радиостанции «Энерджи», которая в столь широком кругу друзей отметит десятилетие работы в набережных Челнах. Днем рождения, набережные Челны! Кстати, дирижировать танцполом на городском Майдане как раз будет сам черный перец Саймон, который не раз признавался в любви к Автограду. Мне кажется, этот город – город молодежи тоже. Поэтому все-таки наверняка я скажу, что он как город очень энергичный. И как мы же ради энергии, то есть мы на одной волне. А завершится праздничный субботний вечер 25 июня лазерным шоу и салютом в честь Дня молодежи. Он озарит небо над парком прибрежным в 22 часа. Егор Орлов, Андрей Буслаков, Радик Ганеев, РНТВ, Набережные Челны.